всем привет ребята с наступающим не отходя от кассы я с гусем пришла к вам еще с новой подборочкой чтобы вас порадовать так сказать в новогодние каникулы или вообще в любой день когда вы это смотрите это мой гусь я аня вы на канале биджей сану всем привет и это новая я ой подборка но сегодня необычная подборка но перед тем как мы начнем эту самую необычную подборку я ой я хочу сказать что я никого не склоняю не заставляю никак не блять как это сказать не подговариваю к я ой вот фу блин к лгбт сообществу и так далее я просто смотрю с художественной стороны мы тут рассматриваем только вот в таком ключе я ой произведение корейского происхождения в общем то сегодня у нас необычный топ это будет антитоп так скажем это будет то что я не советую читать никому и никогда впервые на моем канале такой быстренький короче обзорчик ребята я вспоминаю эти манхвы короче и понимаю что я бы просто никому никогда в жизни не посоветовала быть читать глоточек кока-колы хорошо пошла почувствовала в общем начнем давайте без лишних без лишнего пиздежа просто никогда не читайте эту хуету и первая наша манхва идет господи прости блять если вам когда-нибудь она попадется не читайте ее в чем ошибка людей когда мы прочитали все убит сталкера мы захотели что-то похожее сразу спойлер ничего похожего более чем не знаю ничего нет похожего на убить сталкера потому что убить сталкера один своем роде все закрыл тем но мы бесконечно ищем и я ищу и вы ищете и однажды по тегам по каким-то там не знаю блять рекомендациями я нашла такую манхву которая называется подчинись мне я не рекомендую читать никому абсолютно я начну с описания погнали жизнь чужим ю сущий ад у него имя блять такое себе в школе он те он терпит издевательства одноклассников дома отца то есть в школе его пиздят отец его пиздит и только он подумал что хуже некуда как его похищает одноклассник гювюл запомните это имя и никогда с ним блять не сталкиваетесь у которого извращенная одержимость джин ю он быстро понимает что спасения нет и единственный способ выжить подчиниться приказом гювюла так вот что мы имеем мы имеем картину ябланского просто происхождение абсолютное полное дерьмо дерьмо заключается в чем в том что изначально это самая уебищная рисовка которую вы могли бы найти вот этот уебан просто гювюл просто я хуй знает зачем так рисовать это отвратительная рисовка у него короче это зубами бедный несчастный парень просто загнанный в какую-то уродскую ситуацию и это все еще пытается романтизировать да 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 я знаю что подумали а убить сталкера никто не романтизирует романтизирует конечно безусловно опять же убить сталкера не хорошая манхва в том плане что так не должно быть но она есть поучительная там есть какая-то хотя бы суть какая-то хотя бы какое-то хотя бы оправдание действием героев здесь его нет просто неоправданная жестокость отвратительные сцены просто прям вот блять знаете короче когда люди путают черное с белым они мешают это до такой степени что это просто невозможно когда люди думают что сексуальность например это прям полностью обнаженный человек вот так вот раздвинув свою жопу или еще чего то это сексуальный но люди путают что сексуальность это не всегда обнаженное тело это это все-таки больше поведение это все-таки больше какое-то не знаю человека в принципе идет сексуальность да типа но люди это путают именно с пошлостью и вот есть пошлость а есть сексуальность как и здесь есть какая-то вы знаете такая что-то грустная да что-то такое трагичное вот какое-то не знаю может быть с ноткой какого-то блять даже я не знаю как объяснить какого-то какой-то депрессивности наверное это есть такие произведения есть просто неоправданная жестокость с отвратительными сценами абсолютно такое конечно есть в мире это само собой никто этого не исключает я просто говорю что это не надо читать потому что это полная параша человек перечитал убить сталкера и решил что нужно сделать что-то крутое не получилось рисовка абсолютно отстой вместо действий какие-то блять подвалы с какими-то прокладками какими-то ручками в жопу господи прости там просто кошмар он засовывал чуваку в жопу ручки понимаете зачем он это делал блять это что какая-то форма наказания или что чем больше я хуйни придумаю тем будет интересней ну либо чувак я такую дерьмо могу придумать господи прости это ужасно это абсолютно дерьмо я никому вообще в жизни не посоветую этого читать просто если вы видите проходите мимо это не достойно вашего внимания это по ой дедоса же зачесался это полный отстой и мы идем дальше дальше следующая манхва у нас называется такая же блять придурочная короче читала я ее давно у нее дата выпуска еще 2016 год она завершена тоже ну и тут как бы у людей тоже слава богу что есть мозги я вижу рейтинги вот допустим вот тот же подчинить мне тут 36 ну там как бы это плохо обманутый хакин су 35 это тоже маленький рейтинг и слава тебе господи что у людей есть мозги не читать это дерьмо и так обманутый хакин су господи это тоже старая такая манхва я ее читала и там она не такая прям отвратная как предыдущая на принципе читалась достаточно нормально но с каждой главой там происходило какая-то неоправданная жестокость опять же просто бесконечные сопли насилие непонятное из ну просто нету никакого оправдания этому насилию бесконечное насилие бесконечные слезы вы знаете как стекло 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 ну да но это настолько блять стекло что это невозможно читать те становится просто не по себе и знаете есть приятная депрессия есть приятная грусть когда ты читаешь и тебе так как-то даже ну ну, может быть, даже прикольно это в кайф как-то получить такие неприятные эмоции. Но здесь неприятные эмоции, ты прям считаешь, что такое, блядь, ну, что происходит? Это прям дерьмово, короче. Читаешь и отвращение, это всё отвращение вызывает просто, я говорю, люди перепутали некоторые моменты и думают, что чем-то отвратительнее сделаешь, тем будет интереснее. Не всегда можно сделать отвратительно, но можно подать так правильно, что это будет даже интересно. Но когда люди просто делают неоправданную жестокость, неоправданное избиение какое-то, вот ты читаешь и это просто, во-первых, это неинтересно вообще, это некрасиво, это я есть хочу, это отвратительно, ужасно, и рисовка там тоже, кстати говоря, неприятная, почему-то отталкивающая, но, наверное, опять же, это всё от произведения зависит. Я скажу так, это не прям самая ужасная манхва, но я её никогда не посоветую. Я её бросила в какой-то момент, потому что это стало невозможно читать. Просто бесконечное избиение, бесконечное какое-то насилие, 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 насилие. Просто отврат. Такая вот манхва. Мне не нравится такая рисовка какая-то, неприятная. Вот. Хз, какой-то, блядь, Наруто, что ли, я хуй знает. Вот этот очкарик ебанутый, просто тикарь какой-то, блядь. Причём это прямо, я говорю, одно дело, когда это просто что-то такое, типа, показывающее, что да, в мире происходит полное дерьмо, но это как-то подано, да, нормально. Здесь же просто это невозможно. Просто неоправданное дерьмо. Отвратительные манхвы. Просто не советую, никому никогда не читайте. И мы переходим к следующей, которая тоже, кстати, искалась на просторах интернета, когда заканчивается «Убить сталкера», ты думаешь, чего мне такого почитать. Мне попалась манхва, но у неё рейтинг повыше. Я тоже её не советую читать, потому что, опять же, там будет вот всё то же самое. Итак, эта манхва называется «В заперти». Рейтинг у неё 4,5, почти пятёрка, в принципе. Статус тоже завершён, 7,7 глав. И у неё, не знаю, блядь, почему, меня просто отталкивала какая-то вот эта вот странная одержимость. Одержимость неоправданная совершенно. То есть, как настолько странная одержимость, чтобы закрывать людей в подвалах, там, типа, понятно, да, там, это всё очень странно, там, он его закрывает в подвале или в каком-то помещении, он его привязывает на цепь, ходит, кормит. Понятно, да, с чего всё списано, блядь, ну, понятно, господи, вот мне нечего говорить. Рисовка очень странная, прям вот, блядь, какая-то, не знаю, тоже отталкивающая, некрасивая. Какой-то ебать, на памятнике он, что ли, я не знаю, буду постоянно испуганной, блядь, шуганной. Я понимаю, что есть такие люди, есть странные люди, безусловно. Вот тоже, блядь, ой, я хочу тебя выебить, ой, или не хочу. Какой-то, ебать, тоже странный парень закрывает другого парня в помещении. Они то ли там учились вместе, то ли чё, ой, извините, я так со мной чешется, капец. Вот, тишина с красной. Он его закрывает в этом помещении, ходит, что-то проверяет, там какие-то постоянно, блядь, он его то ли хочет избить, то ли не хочет, тоже всё как-то неоправдано, непонятно, просто жестокость, просто неоправдано, но присыпано любовью, присыпано какими-то романтическими действиями, это башку людей просто забивает, понимаете. Кто читает это, читает девчонки, молодые девочки, всё это как бы, я как бабка, знаете, а вы потом вот привыкаете к этому, и вот к такому отношению, к плохому будете уже привычны относиться. Вас кто-нибудь в подвал закройте, вы скажете, а я манхву читал в заперти. Так можно, да конечно, блядь, понимаете, что нет никакого оправдания действиям этих героев. Там, вот в этих всех трёх манхвах, они плюс-минус похожи друг на друга. Ну ладно, вот этот обманутый Харкен Соху, блядь, он вообще совершенно другой, но уже заперти и подчинись мне, они плюс-минус похожи. И у них просто вот одна и та же тема, мы почитали сталкера, мы захотели сделать что-то похожее, давайте закроем кого-то в помещении и будем над ним всячески издеваться, ломать ему, блядь, башку, бить его битами и так далее, типа, блядь, привязывать на какие-то сепи, кормить, блядь, какими-то ручками в жопу и так далее. И люди думают, что, ха, смотри, убить сталкера, мы тебя переплюнули, насколько хуйню мы придумали. Вот именно, что ключевое слово хуйня, вы делаете абсолютную парашу, просто смешивая, непонятно, блядь. Я вот так есть хочу, капец, надо заканчивать. Заканчиваю всё, быстренько сейчас говорю. Я говорю почему, то есть, но это может кому-то нравиться, безусловно, и это абсолютно нормально. Я принимаю такие вещи, мне тоже что-то нравится, что людям точно не нравится, далеко, блядь, не всем. Поэтому, как бы, я считаю, что, в принципе, читать это всё можно, если, как бы, ну, на любителя, да, но я бы не советовала совершенно читать это. Я говорю за себя, не нужно это читать. Почему? Рисовка отвратительная. Персонажи прорисованы хуёво. Мотивации у персонажей вообще нет никакой. Как будто бы есть, но её нету. Всё приправлено какой-то романтикой, которой там, в принципе, нету вообще. Всё какое-то неоправданно жестокое, и жестокое отвратительно. То есть, я не против жестокости вообще, в целом, как бы, я всегда выбираю, что посмотреть, там более какие-то там жестокие сцены, это всё нормально. Но это должно быть оправдано. Какое-то что-то должно за этим стоять. Мы не можем просто... Не бывает абсолютного зла, не бывает абсолютного добра. Что-то должно быть, да? Типа, я говорю, не нужно мешать чёрное с белым. Нужно понимать, что происходит. Здесь происходит полное дерьмо. Я не советую это никому, потому что это полный ёбаный отстой. Это прям... Это должно быть в помойке. Это не должен никто читать. Ну, по моему мнению. Но если это кому-то нравится, блядь, это ваше дело, как бы, без проблем. Пишите в комментариях, почему нравится, как вы это оправдали, что вы такого увидели. Может быть, мы чего-то не увидели. А если вы, как бы, согласно со мной, плюсуете, пишите комментарии, что не понравилось. Меня лично просто пиздец, прям воротит на ход этих манх. И есть ещё несколько произведений, о которых я вам также могу рассказать. Если интересно, пишите в комментариях, типа, будем такие анти-топы делать. Вот. Чего не стоит читать. А я с вами буду прощаться, потому что, блядь, хочу кушать. И я пойду уже кушать и выкладывать вам видео. Время сейчас у нас 14.37. Мне пора уже выкладывать юдосик, поэтому всё. Всем пока. Хорошего вам настроения. Не читайте дерьмо. Не поклоняйтесь дерьму. Не удивляйтесь дерьму. Будьте избирательны. Понимайте, когда вас кормят хуйнёй, а когда вы сами выбрали эту хуйню. Это уже совершенно другая история. То есть не смотрите на толпу, кто говорит, да, это круто. Не надо. Просто, блядь, имейте какое-то своё мнение. Вот. Или моё. Всё. Ладно, всё. Всем пока. Я гора. Всё. До свидания. Спокойной ночи. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Это очень сильно двигает наше желание продолжать. И ещё хочу сказать. Чем больше видосов я здесь выпускаю. Чем больше я вижу от вас, так сказать, отдачи, тем больше, конечно, мне хочется озвучивать убить сталкера. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Там будут кое-какие новости по поводу выхода глав. И я хочу запустить стрим на днях и поговорить как раз про убить сталкера. Поэтому пишите в комментариях, надо стрим, не надо. В любом случае, я его хочу запустить. Поэтому как бы будьте готовы, что в ближайшее время будет стрим. Попиздим, посидим по поводу озвучки. Всё. Всем пока. Сучки.